приветствую вас дорогие мои друзья меня зовут александр толмачев детский популяризатор науки радио ведущий автор детских энциклопедий сегодня я с вами чтобы мы с вами продолжили нашу наше путешествие по морским глубинам мы продолжаем цикл наших онлайн встреч посвященных обитателям океана и сегодня мы будем говорить о том почему акулы боятся дельфинов да в чем вообще секрет противостояния этих двух групп хищников с чем он связан и что интересного позволить нам узнать на этом в общем любопытном пути да пока мы будем выяснять ответ на этот вопрос итак друзья мои давайте начнем вот с чего я предлагаю сегодня отвечая на этот вопрос развернуто поговорить сначала о том как устроен организм акулы в чем особенности их образа жизни что общего между акулами и дельфинами а затем перейти собственно к дельфинам чтобы у нас была возможность сравнить одних животных с другими и что собственно даст нам полный ответ на вопрос почему одни не принимают других потому что и у тех и других собственно есть основания друг друга так скажем недолюбливать друзья мои так мы начинаем поговорим сначала об акулах акула конечно это большая группа хрящевых рыб весьма древняя которая обосновалась в океане очень давно это сотни миллионов лет до порядка двухсот пятидесяти трехсот миллионов лет вот там а таких диапазонах идет речь то есть очень давно существуют эти рыбы конечно облик их был совсем иным но тем не менее хрящевые рыбы это древние обитатели океана которые давно завоевали в нем позицию супер хищник когда находится на вершине пищевой пирамиды это подтверждает собственно образом жизни акулы который не для кого из нас секретом является мы все прекрасно понимаем друзья мои что акулы этой хищники которые в течение входит своей жизни заняты постоянным поиском добычи и сразу вспоминаются избитые но тем не менее не теряющие свои актуальности образы большой белой акулы которая может вот так выпрыгивает как вы видите возле кораблей которые только и дел только и занимаются тем что ловит вот эти потрясающие кадры выпрыгивающих акул за кусками падали за кусками то мясо который бросает им с бортов акула хищник акула это некий такой биоробот как образ жизни которого направлен на постоянную путь на постоянный поиск калорийной добычи и ну разумеется те инструменты которые в ее организме имеются мощные челюсти потрясающе развитые органы чувств все это направлено на то и конечно острейшие зубы все это направлено на то чтобы поймать добычу обездвижить ее разорвать ее на куски проглотить переварить вот это все добыча энергии все это поиск энергии который поступает в акулу из окружающей среды образ жизни у акул разный хотя они в общем все хищники тут секрет никакого нет у одних зубы треугольные вот как у белой акулы которую вы сейчас перед собой видите у других зубы скорее напоминают вытянутые такие гвозди изогнутые как например у акулы маку и по зубам акулы можно сказать какой образ жизни для нее предпочтительнее да то есть если у белой акулы при ее треугольных зубах с зазубринками ну если рассматривать совсем близко зазубринки есть там у них это в основном в основном млекопитающие океаны то есть ластоногие на которых могут белые акулы нападать в том числе кстати говоря раненые дельфины которые китообразным относятся или мертвые киты вот все это привлекает внимание больших белых акул крупных хищников то например зубы у акулы макуа устроены иначе это говорит о том что в основном она ведет рыбоядный образ жизни то есть охотится в основном на других рыб как правило костистых вот но при этом может нападать и на на млекопитающих которые обитают в океане в общем тоже чувствует себя очень уверенно там и никак не страдает от сопротивления млекопитающих вот пожалуйста пасть акулы мако она отличается вообще акула более изящная нежели белая акула мако у мако острые зубы которые как бы немножко направлены вовне вот здесь это очень хорошо видно смотрите на нижней челюсти видно что зубы как бы торчат чуть-чуть вперед у белой акулы такого нет и белая акула и мако достаточно крупные рыбы но ни одна из них ни та ни другая не идет в сравнение например с китовой акулой с крупнейшей рыбой вообще мирового океана это очень большая массивная рыба особенность которой заключается вероятно вы помните мы уже обсуждали в ходе нашего цикла китовой акулы заключается в том что у нее нет больших острых зубов они ей не нужны потому что питается она в основном очень маленькой рыбешкой либо планктонными организмами то есть рачками которые живут в толще воды ну преимущественно ближе к поверхности потому что сами рачки питаются фитопланктон микроскопическими водорослями которые живут именно там на поверхности таким образом в общем акулы тоже вот эти китовые акулы живут тоже на поверхности в основном там они и обитают а особенность акул друзья мои состоит в том что у них не всегда несколько жаберных щелей да обратите внимание вспоминаете как выглядит такую всегда у них справа и слева на боку по нескольку разрезов через который происходит протек через который протекает собственно вода которая попадает в пасть акулы изначально через рот да через через рот и изо рта внутри она проходит к жабрам омывает жабры в жабрах происходит напомню друзья газообмен то есть кислород из воды поступает в кровь акулы из крови акулы углекислый газ ненужные акули да выходит в воду в окружающую среду если сравнивать в этом смысле акул с костистыми рыбами да это две разные группы рыб акулы это хрящевые рыбы а костистые рыбы но типичный пример да форель и тут мы видим что тут у костистых рыб у них одна жаберная крышка одна единственная щель жаберная тоже 1 акул отличает такая вот любопытная особенность хищный образ жизни акул вынуждает их одними из первых в океане развивать очень сложно устроены массивные крупные челюсти оснащенные несколькими рядами зубов для чего вот эти вот несколько рядов зубов какая какой смысл биологический в этом но он заключается в том что акули для постоянной охоты и для того чтобы постоянно разрывать большую массу добычи будь то рыба крупная будь то млекопитающие на которых нападают белые скажем акулы тупорылы акул например тут и необходимо друзья мои иметь всегда запас заостренных зубов острых зубов потому что зубы тупятся зубы обламываются никогда не забывайте что зубы у акул это производная их чешуи в отличие от на зубов скажем млекопитающих сухопутных хищников у них зубы все-таки в течение жизни меняются два раза в отличие от акулы у акул ситуация совсем другая зубы меняются постоянно как чешуя ну как волосы у нас сколько раз волос не отстриги он все равно будет расти то же самое касается зубов у акул до верхней край зубу верхний ряд зубов вот они торчат у них обламываются снизу как на скамейке запасных появляются дополнительные зубы которые опускает вход и использует их на ежедневной основе охотись да вот так вот выглядит чешуя у акул на всякий случай если вы не видели есть некоторое сходство зубами да в чем она заключается заостренность вот заостренность в сторону правда хвоста рыбы да заостренность не вверх как у зубов и вниз как на зубах верхней челюсти а заостренность в сторону хвоста с чем она связана она связана с тем что вода которая движется в стороне от акулы сбоку от нее должна двигаться по определенным должна двигаться создавая определенное течение сбоку от акулы определенный слой да это позволяет акуле сильно уменьшать трение но во время движения сквозь воду уменьшение трения позволяет акуле ним несколько экономить энергию экономить силы для охоты вообще экономия энергии то это от важная особенность акулы акулы никогда не делает ни одного лишнего движения потому что а акулы относятся к холоднокровным животным что значит холоднокровным это значит что что температура у акулы внутри всегда равна температуре среде окружающей то есть в воде вокруг акулы это нам очень понадобится когда мы будем сравнивать акул с дельфинами да у дельфин у дельфинов этого нет дельфины это китообразные они совсем другой эволюционный путь проделали они в океане относительно недавно если сравнивать с акулами китообразные в общем всего 55 миллионов лет назад попали в океан акулы еще раз напоминаю 250 миллионов лет назад их разделяет целая пропасть времени да давайте еще внимательно обратим внимание какие органы есть у акулы которые позволяют ей постоянно экономить энергию постоянно не то есть не расходовать энергию попусту как часто делают дельфины например играя друг с другом у акул нет такой нет такого у акул нету такого явления как забота потомственно это акула не тратит сил ей это не нужно детеныши акулы акулята маленькие рыбки да они развиваются самостоятельно уже родившись выйдя из яйца или выйдя из матери своей они уже независимы абсолютно автономны и способны охотиться вплоть даже до того что поедать себе подобных других акулят давайте внимание к органам чувств на морде у акулы или на рыле если правильно говорить имеются такие маленькие черные точки если вы внимательно рассматривали фотографии акулы или смотрели познавательные фильмы вы наверное обратили внимание на вот эти вот черные точки напоминающие то ли прыщи то ли веснушки какие-то непонятные вот вам поближе пожалуйста это так называемые ампулы лоренцини они позволяют акулам определять нахождение поблизости от них животных не просто животных а позволяют понять движутся животные или нет каких эти животные размеров куда они движутся в каком направлении да это позволяет акуле очень точно определить сколько сил надо потратить на то чтобы преследовать это живот и догнать его и наброситься на него и акулы каждый раз взвешивает все за и против нужно ли преследовать свою добычу нужно ли тратить силы все это о том что акулы не тратят силы попусту только тогда когда это действительно оправдано на кого они нападают кого они преследуют конечно ластоногих да в том случае если ластоногая если ну тюленя назовем ушастого тюленя вот мы здесь видим двух ушастых тюленей кстати говоря не забывайте что тюлени бывают ушастые и настоящие да вот если ушко торчит вот такое то это точно ушастый тюлень то есть морской котик другими словами вот если морского котика скажем нагоняет акула большая белая скажем то надо наносит моментально сокрушительный удар как правило очень точный который позволяет ей быстро одним движением либо оглушить либо сразу убить малыша вот видите пожалуйста вот акула в прыжке поймала акуленка ну иногда акулы промахиваются потому что эти точнейшие органы чувств они тоже дают сбой и акулы просто приняв скажем пловца или серфингиста за тюленя потому что никогда вытянутая форма плывет по поверхности воды гребет руками и ногами это очень сильно похоже на тюленя и акула в общем сослепу проверяет аж кто это такой там плывет съедобно это или несъедобно и в итоге это приводит вот к таким вот ситуациям которые вы видите здесь акула откусывает кусок серфинговой доски что приводит к невозможности пользоваться ей далее да ну дальше она скорее становится экспонатом для музея или трофеем который можно выкупить за большие деньги так вот видите ок организм акулы нас направлен весь на то вся его анатомия вся и все его функции направлен на то чтобы добывать пищу да и не тратить при этом достаточно много сил кстати говоря именно здесь наверное следует вспомнить о том что акулы часто ориентируются и выбирают животных раненых раненых потому что раненое животное легко найти легко догнать и в общем не жалко даже убить и очень цинично звучу сейчас но тем не менее обратите внимание вот на что если речь идет скажем о раненом дельфине у которого ну на на спине травма имеется эта травма скорее всего кровоточит ну понятно кровь течет оттуда кровь остается в океане кровь очень хорошо чувствует акулу вы наверное слышали об этом и по этому кровавому следу акула находит дельфина который как правило отстает от своих в силу того что он ранен он быстрее устает вот и и отстав от своих он уже оказал оказывается невооруженным до его никто не защитит рядом нет стаи и в этот момент акула него и набрасывается да никто не даст ей отпор но если поблизости оказываются дельфины они могут дать ей отпор и к такой стаи акула не приблизиться несмотря на то что я уже сказал что млекопитающие акулу интересуют это калорийная пища это мясо это жир это все что нужно акуле но к дельфинам акулы почему-то не приближаются так почему же с чем же это связано друзьям несмотря на то что даже в форме тела у дельфинов есть что-то общее с акулами их образ жизни сильнейшим образом отличается они совсем другие если мы говорить о об их стиле жизни способе существования в океане давайте разберемся подробнее вот фотография которую вы вот здесь видите она очень точно отражает что я имею ввиду вы уже догадались друзья мои да вот в чем главное отличие ну-ка смотрим на фотографию напишите-ка мне в комментариях я посмотрю вы догадались в чем важнейшее отличие дельфинов атаку на этой фотографии подсказка для вас друзья мои внимательно смотрю на ваши комментарии прямо сейчас не стесняйтесь осваивать осваивайте чат друзья мои потому что в чате я я чат читаю постоянно все время в ходе всего нашего эфира чат открыт передо мной я вижу пока там ваши приветствия потрясающие да и сравнение меня с биологичкой александр меня сравнивать с биологичкой в школе да да так и вот вот интересно пожалуйста вот интересно две интересные мысли проскользнуло ленка пишет мясникова или мясникова дельфины они в стае прекрасно принято далее Юля Оля Ореха пишет дельфин это животное пытаясь видимо сказать что дельфин это млекопитающие на самом деле потому что и акула и дельфин это и то и другое животные почему они животные это потому что они не растения не грибы животные это царство живой природы и туда относятся и млекопитающие и рыбы таким образом и дельфины и акулы это животные но как я пытаюсь за Ольгу домыслить она имела ввиду что дельфины это млекопитающие а акулы это рыбы да Ольга пишет акулы это рыба прекрасно дальше идем дельфины собираются в общество пишет Андрей ой какая прекрасная формулировка так и есть Павел дельфины в стае у дельфина плавник горизонтальный прекрасное наблюдение очень интересное у акулы вертикальный пишет Леонид Брежнев браво 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 акулы это подводный монстр есть китообразные тоже похожие на подводных монстров возьмите касатку или возьмите скажем кошелота о котором мы говорили на нашей предыдущей встрече чем вам не подводный монстр ну в общем вы друзья мои совершенно правы ход ваших мыслей я уловил верно дельфины это стайные животные что касается акул никакие они не стайные акулы это одиночки хищники одиночки вот вспомните только что же говорили мы что организм акулы это биоробот который способен охотиться защищаться оставаться на вершине пищевой пирамиды это значит что ему никто не угрожает только он угрожает всем царь горы на вершине пищевой пирамид находится в отличие от дельфинов которые всегда решают все задачи совместно это значит что и охотятся они вместе и плавают они совместно и разумеется размножаются живут большой семьей тоже совместно и это обязывает дельфинов друзья мои выработать систему общения друг с другом потому что когда нас много нам нужно обязательно договариваться будь мы люди будь мы животные это не имеет значения а если мы должны договариваться у нас должна быть система общения тут возникает совсем новый вопрос у нас должен быть мозг который способен воспринимать сигналы анализировать их но и принимать решение на основании их и что вы догадает догадаетесь о чем я сейчас поведу речь конечно дельфины гораздо умнее чем акулы это не единственное различие это не единственное что дает им преимущество мы конечно сейчас все подробнее об этом на поговорим у дельфинов есть нечто что дает им еще одно супер мощное преимущество перед акулами ну например в в прямом столкновении друг с другом напоминаю вам что акулы несмотря на свой угрожающий вид а рыбы хрящевые них они состоят в основном из мягких тканей достаточно рыхлых вот известно что бигалодон большая древняя акула несмотря на то что был огромен да там до 14 метров в длину огромная акула совершенно после смерти истлевал полностью не оставляя нам потомкам никаких окаменелостей практически но за исключением зубов что касается дельфинов не забывайте что дельфины история их такова что они имеют твердый скелет такой же как имеют сухопутные животные и вот если мы с вами посмотрим на череп дельфина он ничуть не напоминает черепа рыбы даже костистой рыбы потому что кости у дельфина очень плотные очень тяжелые и связано это в первую очередь с тем что у дельфинов в отличие вот тот рыб скажем у них нет плавательного пузыря чтобы увеличить свою способность погружаться в воду им необходимо было иметь плотные кости а вот скажем птицам плотные кости совсем не нужны потому что им нужно подниматься в небо и задача была снизить свою массу и собственно и снизить массу тела да и в этом заключалась ключевая эволюционная задача динозавров которые выжили после великого мелполиогенового вымирания им нужно было уменьшать вес своего тела увеличивать оперение учиться летать и таким образом превращаться потихоньку в птиц что касается китообразных это млекопитающие которые обитали на суше да не забывайте что древние китообразные пакицеты о них я уже рассказывал в ходе нашего цикла вот так они выглядели обитали на нашей планете 50 миллионов лет назад в основном у побережья охотились они на рыбу преимущественно но зубы имели весьма волчьи и вероятнее всего жили в стаях вот в дальнейшем ход их эволюции ход их ну вот развитие сильно изменил свой курс они завоевали водную среду изменился их образ жизни очень сильно изменился облик таким образом что они стали совсем другими вот вот вам скелет современного китообразного они полностью отказались от задних конечностей у них нету ног да в общем не очень нужны и здесь нет никакого чуда кстати говоря сухопутные животные позвоночные животные чай дню как часто уже отказывались в ходе эволюции от конечностей вспомните пресмыкающихся у которых конечности нету да это змеи например они же относятся к чешуйчатым также как и ящерицы но при этом не имеют конечностей вполне себя прекрасно чувствуют с этим то же самое происходит с китообразными задних конечностей у них нет передние лапы превращаются в ласты но что остается друзья мои неизменным так это то что образ жизни их все тот же стальной нельзя исключать того что дельфины ну точнее их самые-самые далекие предки китообразные на суше вели себя в древности разумеется похожим образом как вели себя ведут себя современные волки да ну волки конечно условно да потому что современные волки предпочитают сейчас жить в лесу иногда в степь выходят но китообразные все-таки ближе к воде жили но это неважно я скорее про то что жили они скорее всего стаями и продолжили они жить стаями несмотря на то что их облик очень сильно поменялся вот таким образом мы вправе с вами понять психологию дельфинов наблюдая скажем за волками вот смотрите волки очень в этом смысле хороший пример потому что волки всегда охотятся совместно охотятся в стаях у них прекрасно развита система коммуникации общения друг с другом волки умеют подавать друг другу множество сигналов которые даже и не изучены да мы просто знаем что система коммуникации точно существует волкам нужно сообщать друг другу о том где находится пища о том кто главный кто второстепенный кто болен кто умер в каком направлении идет стая и прочее 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 очень много они живут как семья они живут как люди люди тоже стаями млекопитающие поэтому вот для того чтобы охотиться и выживать волк в общем не самый крупный хищник вынужден оставаться животным стаями то же самое друзья происходит и с дельфинами вот ровно то же самое коммуникация совместная охота совместное размножение совместная жизнь приведу вам один пример который возможно позволит нам привык как бы вернуться к теме акул вспомните как охотятся волки на крупную добычу скажем на бизона да и зубра возьмите любое крупное копытное лося которого волк в одиночку убить не в состоянии все у чего в силу того что у копытного травоядного млекопитающего все-таки сил то побольше масса больше копыта острее рога есть волка конечно есть зубы но волк слабее значительно слабее поэтому охотясь волки загоняют крупного хищника они его окружают и долгое время гонят пока тот не по не утратит силы и утратив силы зубр бизон или лось остановится и перестанет в конечном счете сопротивляться перестанет сражаться с противником и тогда волки его убьют то же самое похожим образом устроена стайная охота скажем крупных кошек которые ставят все-таки живут вообще-то у кошек кошки не самый лучший пример здесь вы знаете например что тигры они одиночки что леопарды одиночки они охотятся в одиночку что касается львов они могут охотиться сам местные делиться делиться своей добычей вот пожалуйста вам хороший пример как на буйвола нападают самки льва львицы и не недолго ему еще ходить они вот так вот цепятся в него этот страдает от боли несчастный пока не помрет и его тушу не разделит между собой хищники все это вполне сопоставимо с тем каким образом дельфины сопротивляются нападению акулы на и на их сородичей если акула набросится на одного из дельфинов потому что тот и жирные и вкусные и калорийные и прекрасная еда другие дельфины не отступятся пока не прикончен каким образом как они ее прикончен вы меня спросите дадим все-таки есть акулы более крупные не не скажите штука в том что я уже как как я уже говорил у дельфинов у них имеется костный скелет очень твердый скелет вспомните как костный череп череп имеет длинная вытянутый вот этот вот клюв так называемый дельфиней который очень твердый прочный а нижняя челюсть вообще торчит вперед она вообще-то ему нужно для того чтобы принимать ультразвук когда он прислушивается правда не ушами а нижней челюстью к тому что происходит вокруг него в океане так вот это нижней челюстью как тараном он наносит сильнейшие смертоносные удары в область брюха акулы у которой внутри находятся мягкие мягкие паранхематозные органы в частности в печи печень вот бейтесь в печень акул наносит туда эти страшные удары это приводит к разрыву печени в которой много кровеносных сосудов она разрывается акула погибает такие же удары дельфины могут наносить в область жабр акулы где много кровеносных сосудов в начале нашей встречи раз говорил об этом очень уязвимое место вот туда и бьет дельфин чтобы причинить акуле как можно больше страдания вот таким образом именно таким образом сопротивляются дельфины даже самым крупным и опасным хищником таким которым собственно друзья мои относятся и акулы я не могу здесь не упомянуть о противостоянии двух вот я от павла вопрос вижу вот николай пишет да потому что дельфины втыкаются в акулу тем самым причиняя ей боль браво да собственно то о чем я уже говорил наш чего это за органы павел спрашивает ну про печень все понятно да печень это важнейшая железа акулы кроме того печень у акул очень жирная что помогает им оставаться на плаву их их плавучесть и способствует жировые отложения в печень зачем ей нужны зачем ей нужны скажем органы выделения почки для того чтобы удалять соленую и удалять соли из организма давайте вернемся к внутреннему строению акулы вот зачем ей нужны скажем кишечник потому что там происходит пищеварение зачем ей нужны ну какие другие органы пожалуйста возьмите там селезенка да тоже необходимо там кровь вырабатывается у акул собственно вот таким образом да валерий спа говорит дельфины шустрые дружные акулу носом бьют в жабры а те задыхаются от боли могут погибнуть примерно так совершенно верно я хочу друзья мои на приближаясь к середине нашей сегодняшней встречи упомянуть про противостояние китообразных с акулами вот в каком разрезе у меня есть лекция которая посвящена мегалодону и левиафану двум обитателям океана которые жили в древнем океане порядка 10 миллионов лет назад и делили его промеж собой боролись за ресурсы были по всей видимости конкурентами за пищу это мегалодон и левиафан левиафан я друзья напомню он относится тоже китообразным как и дельфин если мы сравним например морду кошелота с черепом дельфина это практически одинаковые черепа так вот левиафан действительно похож на кошелота там разница заключается в том что на верхней челюсти у левиафана были зубы как у дельфина а у современных кошелотов этих челюстей нет так вот обитавший в океане гигантский левиафан а такой огромный кошелот а если чуть правдивее сказать такой сородич косатки колоссальный который охотился на китов вот его пасть вот такой такая громадина охотилась в океане и она по всей видимости приводила в содрогание мегалодонов и видимо нельзя исключать что именно давление левиафанов заставило ну привело просто к вымиранию мегалодонов это я к чему рассказываю друзья это к тому что противостояние акул и дельфинов а точнее акул и китообразных оно всегда было в океане это не только то что происходит прямо сейчас в древности и вообще само вымирание мегалодона оно свидетельствует о том что это было и ранее и левиафаны могли бы набрасываться на мегалодонов скорее всего таранили их и отгоняли со своей территории почему то потому что и мегалодоны как показано здесь и левиафаны охотились на мелких китообразных которые назывались цитотерии такие древние древние усатые киты древние полосатики которые в настоящее время вот увеличились в размерах и стали очень разнообразными у нас есть из потомков цитотериев и синий кит и горбатые киты и гренландский кит из красной книги тоже относятся к этой группе на животных до которых которые выжили благодаря тому что мегалодоны все-таки вымерли так вот друзья давайте-ка подведем итог почему же акулы так бояться дельфин потому что дельфины быстрее сильнее умнее а еще они сплоченные ничего этого у акул нет акула конечно сильна в броске но в длительном преследовании не очень быстро устает не тратит силы зря что касается дельфинов так это неуемные источник не уемные такой зажигалочка источник энергии они постоянно в движении они играют они кучу сил тратят на что-то совершенно не осмы ну как бы никого бессмысленное с точки зрения там про разумности в природе это связано с высоким интеллектом животные которые умнее других они склонны к игре склонны бессмысленно возиться друг с другом вот все это есть у дельфина и именно это дает ему те великие преимущества кроме того дельфин теплокровное животное не забывайте друзья еще и о том что вот казалось бы вопреки этому дельфин все-таки млекопитающее которое сильно зависит от воздуха атмосферы что в общем то в океане делает его более слабым существом потому что для того чтобы получить необходимую дозу кислорода нужно всплывать акул это не зависит от этого акула вполне может находиться в воде столько сколько нужно и охотиться там а дельфин вот он сильно зависит от поверхности он будет возвращаться вот но все это не делает его слабее так а косатки кому охотятся спрашивать леонид к дельфинам или китам косатки это китообразные да то есть все дельфины это тоже киты в общем да поэтому про ну или хотите считайте косаток большими большими дельфинами но вообще-то и те и другие относятся китообразным хотел вам еще показать уже так не очень относящиеся к делу способ охоты косаток на рыбу есть просто косатки рыбоядные вот они окружают рыбу вместе косяк рыбы и глушит ее хвостом большой массой после того как наглушили рыбу они ее подбирают и поедают такой способ охоты это совершенно уникальный гениальное изобретение потому что осуществимо такая охота только в большом коллективе то есть вместе надо договориться кто где стоит кто где караулит рыбу и как ее надо там калашматить хвостом это конечно совершенно потрясающе да никакие акулы даже близко таким образом охотиться не могут друзья мои мы продолжаем наш сегодняшний наш сегодняшний эфир для тех кто недавно присоединяется я да я вижу павел почему-то отвечает что косатки относятся к акулам нет конечно косатки это китообразные никакие то не акулы даже близко не путайте пожалуйста косатки это млекопитающие не рыбы мы продолжаем наш эфир для тех кто недавно присоединяется я напомню что меня зовут александр толмачев вы смотрите серию эфиров обитатели океана мы разбираемся с самыми интересными жителями мирового океана отвечаем на разные вопросы наших юных слушателей но и не очень юных просто может быть тех кого не было возможности задать свои вопросы кому-то в юности относительно жители океана и я обращаюсь ко всем кто еще не задавал вопросы пожалуйста открывайте чат не стесняйтесь я сейчас открою чат в ю тубе посмотрю если вопросы там оси и продолжу отвечать на ваши вопросы ким ваши вопросы прямо здесь сейчас я открою ю тубчик друзья мои минутку акулы небо ага интересные интересные такие варианты да так акулы не болеют раком пишет вера и обладают в большими возможностями регенерации возможно ли что развитие мозга интеллекта образование сообществ сокращает жизнь в принципе эта плата за ум и социум не могу согласиться на мой взгляд это и совершенно не связано что высокая развитость позвоночных животных она как-то позволила им она вынудила до их так подписала им смертный приговор что они будут больше болеть связи здесь я не вижу хотя допускаю что мы может быть даже и половины не знаем болезни у акул мы просто не можем их изучить то как они протекают в естественных условиях поэтому то что они не болеют раком не исключает того что они болеют еще чем-то о чем мы можем не знать восьмой класс ольга пишет я написала сочинение про акул на 5 и 5 и они мне нравятся блистательно ольга молодец опасно ли дельфины для человека отличный вопрос дельфины для человека в целом не опасно но в игре я уже говорил что дельфины склонны играть возиться друг с другом и такая их деятельность очень непредсказуемо иногда опасная для человека и они могут приять человека за своего и покалечить в игре то же самое касается косаток которые могут навредить человеку совершенно этого не желая просто желая повозиться поиграть с ним почти так же как делают собаки двинемся к нашим с вами бегемот так опасен у нас с вами вторая часть эфира посвящена ответом на вопрос я отвечаю на те вопросы которые вы задавали раньше почему бегемот так опасен значит бегемот опасен потому что это территориальное млекопитающее такое же территориальное каким относится например домашняя собака волк в том числе дикие кошки они тоже территориальные значит они охраняют место своего обитания не пускают туда чужаков и отгоняя их бегемот делает то же самое но в отличие скажем от собак кошек волков он ведет себя гораздо более агрессивно потому что не даже не потому что именно поэтому бегемота следует считать самым опасным опаснейшим млекопитающим африканского континента бегемот в случае перехода его границы каким-то чужаком человеком или другим животным может наброситься и буквально растоптать нежданного гостя вот такой это суровое такое-то суровое млекопитающее которое совершенно не знает себе равных пупу пуси еще вопрос почему змеи не моргают почему змеи не моргают я давайте так на это отвечу змеи не то что не моргают змеи вообще глаз не открывают потому что их роговица она прикрыта веком которая просто очень тонкая прозрачная и она закрывает и защищает глаз в силу своей прозрачности их она глаз века прекрасно пропускает солнечный свет и туда и обратно потому что когда мы смотрим на глаз змеи он имеет цвет радужку там зрачок видно в общем это говорит о том что свет идет и туда и обратно сквозь эту тонкую кожицу сквозь это тонко сплошное века поэтому змеи не моргает потому что их века закрыта постоянно я вижу от павла правда ли вопрос правда ли что а дельфины могут спасти человеку жизнь тут много мифологии но я думаю что да что скорее да дельфины могут оградить вольно или невольно человека от нападения акул отвести акул отпугнуть акул от человека будет любопытных акул от человека следующий вопрос почему лиса хитрая ну я бы не сказал что лиса хитрая лиса не хитрая совсем чаще всего вот это вот хитрость лисе хитрость она связана с такой мифологической способностью лисы заметать хвостом следы по снегу что тоже что 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 мифич на само по себе да это это миф это неправда акул не заметает никогда следы за собой потому что если бы она заметала хвостом за собой следы то бы а ее пахучий хвост который носит на себе запахи лисы нарисовал бы на снегу еще большее количество следов чем оставляют ее лапки маленькие и вот таким пахучим хвостом когда следы и видно и и можно их почувствовать это просто выдало бы лису с головой это было бы глупо с ее стороны мы знаем что лиса так не поступает вот ну и вообще назвать называть лису хитрой как-то не уместно на мой взгляд она и совсем не хитрая на просто хорошо адаптированный охотник находящийся на вершине пищевой пирамиды кстати как и наш сегодняшний герой акул далее я вижу от павла вопрос где и от дениса где живут пришельцы где живут пришельцы мы не знаем космос не изучен совершенно просто у нас ноль знаний куба сверх цивилизациях есть они или нет можно предполагать можно верить я опираюсь на знание в первую очередь на проверенные подтвержденные поэтому я низко отвечу так я не знаю я ничего не знаю о сверх цивилизации далее есть ли у муравья мозг у муравья есть центральная нервная система есть нервные узлы которые расположены в передней половине тела которые ответственны за распознание запахов распознание изображения которые видят глаза муравья все-таки муравья не очень хорошее зрение я бы сказал просто ужасное по сравнению с другими насекомыми плохо он видит зато обоняние у него очень острая и за распознавание этих запахов ответственны именно нервные ганглии нервные узлы которые находятся в головной части этого насекомого вот поэтому я бы скорее ответил что да мозг есть но называть это мозгом немножко преждевременно что делать если человек и что делать человеку алексей спрашивает если он столкнулся с дельфином или стаей на открытой воде не делать ничего желательно как можно скорее удалиться уплыть потому что мы не можем предполагать мы не можем угадать точно намерений дельфинов особенно если это стая возможно они решат что с вами можно играть в прямом смысле слова и могут покалечить при этом поэтому я от души предупреждаю вас увидев дельфинов в воде выходите никто не знает что придет в голову в прямом смысле слова поэтому лучше избежать контакта с ними вот вероятнее всего они совершенно безопасно будут для вас но не будем экспериментировать правда ли что бобры это суслики ничего подобного суслики и бобры совсем разные грызуны суслики живут независимо от воды как правило в поле в степи да а бобры то конечно сильно связаны с водоемами и на суше они беспомощны и неповоротливы в основном плавают очень много времени проводят в воде если выходит на сушу то только добрые ближайшие осины чтобы завалить ее и построить себе за пруду хотя и те и другие суслики и бобры растительные то есть убежденные вегетарианцы какая самая большая хищная птица которая существовала на планете но вот сейчас мне вспоминается птицы диатрима сухопутная нелетающая огромная птица высотой около двух метров с огромным мощным клювом просто гигантским как клещи острейшие такие да которые нужны были этой птицы чтобы разрывать млекопитающих это си большой большой хищник как относятся киты к косаткам спрашивает ализа киты избегают встреч с косатками потому что косатки страшные хищники да киты вы имеете скорее всего усатые киты да например детеныши усатых китов они могут стать жертвами косатки поэтому мамаша защищает своего малыша плавает вместе с ним оберегая его от опасностей почему люди так боятся грызунов и пауков мы же для них как динозавры это связано с пауками мне понятно с чем это связано это связано в первую очередь с ядовитостью пауков многие пауки ядовиты яд им нужен первую очередь чтобы обездвиживать свою добычу и человек человек вообще не только современные древние тоже видимо опасался встречи с пауками на всякий случай знаю что существуют пауки ядовиты так следующий вопрос про грызунов да почему грызунов то боятся я допускаю что это связано с тем что грызуны в древности всегда бы и сейчас кстати являлись являются переносчиками опасных болезней например чумы и человек также на всякий случай сбегал встречи с ними как нечистых с нечистыми животными далее если следовать теории того что киты жили когда-то на суше в виде волков или почти волков есть ли вероятная гипотеза что люди могут постепенно стать обитателями океанов нет это исключено я не верю в это никоим образом потому что эволюция человека пока не нами даже приблизительно не намечается в сторону океана в сторону охоты на сырую рыбу скажем в океане непосредственно или в пресной воде даже и кроме того форма нашего тела она совсем не приспособлена для того чтобы охотиться в воде человек абсолютно беспомощен в воде ну сравните например себя с выдрой который неплохо может плавать сравните себя скажем с белым медведем который отличный пловец потрясающий друзья мои спасибо вам сегодня очень интересно было с вами вижу ваши замечательные вопросы любопытные классные приглашаю вас заходить ко мне на сайт вот он у меня здесь написано да заходите дедлектор точка ру там ссылки на мои блоги на мои видео лекции на мой youtube канал найдете ссылочку там там продолжим беседы а следующая наша встреча состоится в следующую соответствующий четверг в 17.00 мы продолжим беседовать об обитателях океанов до новых встреч друзья мои с вами был александр полночев